Александру Гобозову пророчат уголовное наказание. Участник Дома-2 посадил 4-летнего сына за руль автомобиля. То, как Роберт ведет машину, Саша Гобозов заснял на камеру и опубликовал в сети. Однако подписчики пришли в ужас и напомнили, что за такое правонарушение могут не только оштрафовать, но и лишить водительских прав, но и даже призвать к ответственности в суде. Немного новостей о бывших участниках. Дарина Маркина сообщила о сложностях в отношениях с Никитой Кузнецовым. Сейчас они не вместе и Дарина не уверена, хочет ли возобновлять эти отношения. Взяли паузу и Сергей Захарьяш слили и Четрару. Сергей рассказал, что им очень сложно вместе, слишком разные взгляды на жизнь. А вот у Леры Фрост и Захара Соленко все хорошо. Фрост контролирует каждый шаг своего любимого. Парень даже перестал дружить с такими плохими ребятами, как Захарьяш или Иван Варзиков. Николай Должанский на страничке своего Инстаграм поделился с подписчиками радостью и попросил поздравить с рождением дочери. По словам Николая, на 47-м году жизни он стал отцом маленькой Насти Рапунцель и особо подчеркнул, теперь их с Олей семья наконец-то стала полноценной. Николай не стал скрывать, биологическим отцом ребенка является не он. Однако из-за того, что их брак до сих пор не расторгнут, всех детей, рожденных Рапунцель, он будет считать своими. Недолго поклонникам пришлось радоваться недавней помолвке Сергея Кучерова и Юлии Ефременковой. Еще недавно Сергей наслаждался обществом возлюбленной на острове любви и к тому же не терял надежды рано или поздно добиться статуса соведущего, а теперь вынужден вернуться обратно в Москву. Несмотря на то, что пока подтверждения тому нет, по сети вовсю гуляют слухи о причастности Ефременковой к отъезду жениха. Не только от телезрителей и участников, но и от Юлии не укрылся нездоровый интерес Кучерова к Лене Хроминой. Причем нападки молодого человека явно носят подтекст флирта. Впрочем, не исключено, что на домогательство Сергея пожаловалась организатором сама Хромина, а Юля просто не рискнула пойти против решения руководства. Именно по этой причине Кучерова попросили с острова. Алексей Кудрышов поделился, «Между мной и Настей Болинской окончательная точка. Я не могу и не хочу ее рассматривать для отношений. Мне сейчас действительно счастливо и кайфово то, что я нахожусь один, без отношений. Я могу делать то, что я хочу, выбирать дорогу и путь, по которому я сам хочу идти. И никто мне не скажет, что я плохой и все делаю неправильно». Зрители провели расследование и пришли к выводу, что одной из причин нежелания мириться Алексея Купина с Майей Донцовой является то, что он уже присмотрел себе новую даму сердца. И это не кто иной, как настоящая королева красоты Альбина Валиулина. Альбина пришла на проект по эфирам в минувший понедельник, а в реальности почти две недели назад. Симпатию красавица выразила Кирилла Воробьеву. Однако пока Кирилл находится на острове любви, познакомить девушку с поляной и ее обычаями взялся Алексей Купин. По всей видимости, что-то пошло не так, и между ребятами возникла симпатия. К такому выводу пришли поклонники проекта, увидев в интернете многочисленные фото, на которых Альбина и Алексей постоянно находятся рядом. Причем выражения лиц у них, как считают многие, довольные и счастливые. Многие телезрители высказались за новую пару и посоветовали Алексею не проморгать такую красавицу. Народ уверен, что Майя парню абсолютно не подходит, а вот Альбина похожа на тот идеал, который Леша хотел слепить с Донцовой. А вы как считаете, друзья? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск. Рекомендую предыдущий выпуск.